Всем привет, с вами Артём и сегодня у меня на обзоре будет вот такая ветровка с Алиэкспресс. Покупал я её по скидочке, поэтому все ссылочки есть в описании, там распродажи. Ну а перед началом видео, конечно, заставьте лайк, подписывайтесь на канал, вы всё знаете и обо всём по порядку. Начнём с распаковки посылки. Она дошла нам всего за 10 дней, вот в таком небольшом пакете продавец её запихнул, упаковал. Ну, как вы понимаете, она очень хорошо складывается, потому что она тоненькая, небольшая и вот так это всё у нас выглядит. Продавец ещё дополнительно такой пакетик положил, что очень приятно, можно её там будет хранить в будущем. Ну а выглядит сама ветровка вот так вот. Её сложил нам очень хорошо продавец и мы можем её развернуть и посмотреть, как же она выглядит. Но выглядит она довольно неплохо, ничего вроде не торчит, всё нормально. Хочется сказать сразу по составу, вот такая бирочка на ней была и 100% полиестер. И это нам даёт очень большой плюс, о котором я расскажу чуть попозже. Производство Китай, как ни странно, как ни удивительно, но качество меня порадовало. Как вы можете видеть, всё довольно добротно прошито, никаких ниток не торчит и всё в принципе в порядке. Насчёт молнии тоже никаких проблем нет, она открывается и закрывается. Карманы у нас, кстати, вместительные, что немаловажно и очень удобные. Что касается вообще самой ветровки. Вот так она выглядит на мне. Я заказывал размер XL на мой рост 181 и она мне подошла, как видите, прям идеально. Она и не короткая, и не слишком шибко длинная. Очень удобно будет на велосипеде, с учетом того, что всё равно руки у нас немножко вперёд. Ну, в общем, вы понимаете, как ездить на велосипеде, поэтому вот такой формат, он очень удобен. Не короткая, не длинная, прям, ну, идеально. Можете сами посмотреть. Что касается воротника, он тоже очень удобный, потому что закрывает шею. Ветер, как вы понимаете, вперёд нам мчит в горло и это не даёт ему сделать наш воротник. 100% полиестер даёт нам защиту от влаги. Как вы видите, у нас вообще никак не промокает наша ветровка и её можно вообще использовать даже как дождевик. Поэтому это очень прикольная и нужная вещица в арсенале даже не велосипедиста, а просто любого человека, мало ли что. Ну и, собственно говоря, всё на этом. Вот такой обзор у меня получился. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Куртка удобная. Кстати, сзади есть ещё большой карман, что тоже даёт хороший плюс. И светоотражающие полоски. Да, забыл про них совсем сказать. Они тоже есть, но не так сильно отражают свет. Но это тоже довольно хороший плюс, если вы едете по темноте. в ночи, чтобы мало ли чего страшного не случилось. Ну а с вами был Артём. Всем удачи, всем пока. До скорого как-нибудь. Увидимся!